Экспериментальная база помещается в одном автомобиле. Большая часть вода уже обработана особым способом. Упаковки не вскрыты, ее дают на пробу. Рядом генератор, его используют на полевых испытаниях. Сама установка опытный образец. Ее разработали двое энтузиастов, опирались на уже имеющийся опыт, в основном зарубежный. Это большая низкочастотная колонка, она подключена к генератору. Всех нюансов изобретатель не раскрывает. Такой звук, как говорят авторы, для человека безвреден, при этом незначительная часть воды распадается на водород и кислород. Она с одной стороны умягчается, с другой появляется больше свободного кислорода и вода становится очень слабым антисептиком, который влияет на микрофлору. На бак, на емкость любую с водой, на пруд, на поле, где есть хоть небольшое количество воды, за один час мы обрабатываем порядка до 300 тонн воды. Изобретатели считают, что такая вода может найти применение в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. На руках есть результаты экспериментов. Два персика сорвали одновременно. Один обработали измененной водой, другой нет. Обработанный персик сохранял товарный и гастрономический вид значительно дольше. Растения, которые обработаны такой водой, растут интенсивнее, повышается их урожайность. Эксперименты проводили в опытно-производственном хозяйстве Анапа. Их результаты здесь считают как минимум интересными и заслуживающими внимания, а также более углубленного изучения явления с проведением новых экспериментов. Тем временем разработчики намерены поставить изобретение на коммерческие рельсы, ведут переговоры с различными предприятиями. В 2016 году работа вышла в финал конкурса «Сумма технологий», который прошел на базе Кубанского госуниверситета. Идет оформление патента.